Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский. Толкование на деяние святых апостолов. Стихи 1-12. Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим и злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей и что он сам скоро отправится туда. И так, сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мною. И если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. Пробыв же у них не больше восьми или десяти дней, возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судейское место, повелел привезти Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдании свое сказал, «И я не сделал никакого преступления, ни против закона иудейского, ни против храма, ни против Кесаря». Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал, «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сие обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал, «Ты потребовал суда Кесарева? К Кесарю и отправишься». Вот ясные и открытые показания. «Я, — говорит Павел, — соблюл себя чистым во всем, не согрешил ни против Бога, ни против закона иудейского, ни против человека, ни против храма. То есть я никогда не бесчестил храмов иудейских, построенных из камней, хотя знаю и проповедую, что Бог живет не в рукотворенных храмах. Также никогда не оскорблял совести иудеев поношением их первосвященника, хотя более уже не внемлю и первосвященникам иудейским». А выражение «я стою перед судом Кесаревым» означает «хочу идти в Рим, Кесарю, и там принять суд». «Требую», — говорит этого от тебя. Стихи 13-15. Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря, «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его». А Агриппа был ли наместником царя в восточных провинциях и потому назывался царем, или, быть может, он был и сам царем на Востоке, тогда как Нерон владычествовал на Западе и имел резиденцию в Риме? «Кесарь» по-римски означает император, так как все римские императоры пока были императорами, назывались кесарями. Однако же названия эти не были собственными их именами. Я заметил это, чтобы кто-либо на основании тождества этого общего названия с именем собственным не подумал, что при одном и том же императоре и Господь наш родился, и Павел умер. Господь родился, как показывает хронология, при Кесаре Августе, а умер через 33 года при Тиберии. Павел же умер при Нероне, спустя 34 года после смерти Господа. Да и Ирод был наместником царя, поэтому и сам назывался царем. Стихи 16-18. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства, на другой же день сел я на судейское место и повелел привезти того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Ясно, что Пилат, выдав Иисуса Иудеям, сделал это со злодейской целью, так как он и суд Божий, и закон римский призрел для того, чтобы, предав кровь неповинную на смерть, угодить убийцам, хотя за такой противозаконный поступок и подвергал соответственности перед императором римским, который и послал его начальникам в пределы Иерусалима. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений. Клеветники возводили на него обвинения, но не доказали его, потому что их клевета и дерзость казались подозрительными, а разбирательство дела не подтвердило ничего. Стихи 19-24 Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом. Но, как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражу и до тех пор, как пошлю его к кесарю. А Гриппа же сказал Фесту, хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его. На другой день, когда Гриппа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест, царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Ну, естественно, говорит о каком-то Иисусе, так как был человек со властью и не обращал внимания на Господа. Затрудняясь в решении этого вопроса, разбор такого дела поставил в недоумение судью, так как дело было выше его понимания. На рассмотрение Августова. Августом, равно как и кесарем, называет императора, его же называет и господином, государем. Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Иоанна. Стихи 23-24. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истина, истина говорю вам. О чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Когда, говорит, я воскресну, а затем придет утешитель к вам и наставит на всякую истину, тогда вы не спросите меня ни о чем. Как, например, прежде спрашивали, куда ты идешь, покажи нам Отца. Ибо силой Духа вы будете знать все. Или спросите, употреблено вместо попросите, потребуете. Итак, когда я по воскресенье из мертвых пошлю вам утешителя, тогда вы уже не попросите меня, то есть не будете нуждаться в Моем посредничестве, но довольно будет вам произнести имя Мое, чтобы желаемое получить от Отца. Итак, здесь Он показывает силу Своего имени, так как Его не будут видеть, не будут просить, а только назовут имя Его, и Он будет творить такие дела. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Отныне просите и непременно получите. Посему полезнее, чтобы я умер, ибо отныне вы получите большее дерзновение пред Отцем Моим, «Хотя я и разлучусь с вами, но вы не думайте, что вы оставлены Мною, ибо разлучение Мое даст вам большее дерзновение, и радость ваша тогда будет самая полная, когда вы получите все просимое». Примечай же, получает тот, кто просит во имя Христа, а из тех, кои желают предметов мирских и душевредных, никто не просит во имя Христова, а потому и не получает. Ибо имя Христа божественно и спасительно. Если же кто просит пагубного для души, то неужели мы скажем, что он просит во имя Спасителя? Стихи 25-28 Весной, доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что я ишел от Бога, я ишел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу. Притча есть речь, объясняющая какой-нибудь предмет косвенно, прикровенно и сравнительно. Так как Господь многое говорил прикровенно, и речь о женщине и рождении была приточной же, то Он говорит, «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце». Ибо по воскресенье, явив Себя живым, в продолжении сорока дней сообщил им об Отце познание таинственнейшее и подробнейшее, смотрим деяния святых апостолов. А прежде они думали, что Бог ему Отец, так же, как и нам, по благодати. Снова ободряя их, что они в искушениях получат помощь свыше, говорит, «Будете просить во имя Мое, и уверяю, что Отец настолько любит вас, что вы уже не будете иметь нужды в Моем посредничестве, ибо Сам Он любит вас». Потом, чтобы они не отстали от Христа, так как не имеют уже нужды в Нем и состоят в непосредственной любви Отца, говорит, «Отец любит вас за то, что вы возлюбили Меня. Посему, если отпадете от любви Моей, то немедленно отпадете от Отца». А так как слух о том, что он исшел от Бога и опять идет к Богу, в разных отношениях утешал их, то он часто говорит об этом. Посему и сами они, получив пользу от слуха об этом и воодушевившись, что говорят. Стихи 29-32. Ученики Его сказали Ему, «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога ишел». Иисус отвечал им, «Теперь веруете. Вот наступает час, и настал уже, что Вы рассеете с каждой в свою сторону и Меня оставите одного. Но Я не один, потому что Отец со Мною». Ученики, услышав, что Бог Отец будет любить их, и что они не нуждаются в посредничестве Его, Христа, как усвоенный Отцу, и что Он исшел от Бога, говорят, «Теперь видим, что Ты знаешь все, то есть знаешь, чем соблазняется сердце каждого, и не имеешь нужды узнавать это от других, и потому веруем, что Ты от Бога ишел». «Ибо знать тайны сердечны и свойственно Богу». Псалом 43, стих 22. Смотри же, как они были несовершенны, когда говорят «теперь видим». Они, так много и долго слушавшие учения Его, говорят «теперь мы знаем». А Христос объявляет им, что они и теперь еще несовершенны, что они не уразумели ничего великого об Нем, но еще обращаются низко и около земли. Он говорит «теперь веруйте», и этим как бы упрекает и укоряет их замедлительность в вере. А чтобы они, держась таких мыслей о Нем, не подумали, что они угождают Ему, говорит, «наступает час, что вы рассеете с каждой в свою сторону. Вы думаете, что имеете обо Мне великое представление, а Я говорю вам, что вы оставите Меня врагам, и такой страх овладеет вами, что вы и удалитесь от Меня не вместе друг с другом, но рассеетесь каждый поодиночке, и каждый сам по себе будет искать убежище и спасение. Но я от этого не потерплю никакого зла, ибо Я не один только, но и Отец вместе со Мною. Посему я страдаю не по бессилию, но добровольно отдаю с распинателем. «Когда посему слышишь, Боже, для чего Ты Меня оставил?» смотрим Евангелие от Матфея. Не понимай так просто, будто Спаситель оставлен Отцом, ибо как Он свидетельствует здесь, Отец со Мною, а понимай так, что слова эти сказаны естеством человеческим, оставленным и отверженным за грехи, но во Христе, примиренным и усвоенным Отцу». Стих 33 «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Сие говорит «Сказал я вам, чтобы вы не удаляли Меня из ваших мыслей и не колебались, и не смущались продолжать твердую любовь ко Мне, но чтобы вы имели во Мне мир, то есть чтобы вы пребывали непреклонными, принимая за верное все, что Я не говорил вам». Да слышит и Арии, что все это смиренное и, по-видимому, недостойное славы Сына сказано ради слушателей, а не для того, чтобы мы пользовались этими словами при определении догматов, ибо они сказаны в утешении апостолов, как показывающей любовь Его к ним. «В мире будете иметь скорбь». Искушение для вас не становится на страшных этих словах, но до тех пор, пока вы будете в мире, вы будете иметь скорбь. Не только теперь, когда Я предаюсь, но и после этого. «Но вы противостоите искушающему помыслу, мужайтесь, Я победил мир!» А когда Я победил, вам, ученикам, должны не скорбеть, но презирать мир, как уже побежденный. Как же Он победил мир? «Не изложив начальника мирских страстей». Впрочем, это видно из последующего, ибо все Ему покорилось и уступило. Как с поражением Адама вся природа осуждена, так с победою Христовою победа простерлась на всю природу. И во Христе Иисусе нам даровано сила наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью. Смотрим Евангелие от Луки. Ибо через человека смерть вошла, через человека же и жизнь вошла, и сила на дьявола. Первое послание к Коринфянам святаго апостола Павла. Ибо если бы победил один только Бог, тогда ничто не относилось бы к нам. Будем же утешать себя двумя мыслями. Во-первых, тем, что нас не оскорбляют, потому что оскорбляющие не знают, кто мы. Во-вторых, тем, что если мы захотим требовать удовлетворения, они подвергнутся самому тяжкому наказанию. Но не дай Бог, чтобы кто-нибудь имел столь жестокую и бесчеловечную душу. Что ж, если нас оскорбляют единоплеменники? Ведь это уже тяжело. Напротив, это-то и легко. Почему так? Потому что не одинаково переносим мы обиды от тех, кого любим, и от тех, кого не знаем. Поэтому, утешая обиженных, мы часто говорим такие слова «Тебя обидел брат, перенеси великодушно». Обидел отец, обидел дядя. Если же имя брата и отца имеет такую силу, что же, если я назову имя еще более родное? Мы не только братья друг к другу, но и члены, и одно тело. Если мы ценим имя брата, тем более имя члена. Не слыхал ли ты мирской пословицы, которая говорит, что в друзьях надо б натерпеть и недостатки? Не слышал ли, что и Павел говорит «носите бремена друг друга»? Послание к Галатам, глава шестая, стих второй. Не видишь ли любовников? Между вами я не могу найти другого примера, и поэтому принужден обратить речь на этот предмет. То же, впрочем, делает и Павел, говоря так. «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их». Послание к Евреям, глава двенадцатая, стих девятый. Особенно же прилично сказать здесь то, что он пишет римлянам. Как говорит «Предавали вы члены ваши врабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так представьте члены ваши врабы праведности». Послание к римлянам, глава шестая, стих девятнадцатый. Потому и мы смело будем держаться этого примера. Итак, не видишь ли любовников? Сколько они переносят бедствий, пылая страстью к блудным женщинам. Их бьют по щекам, колотят, над ними смеются. Они терпят блудницу развратную, которая отвращается от них и наносит им тысячу оскорблений. И при всем том, если хотя однажды они увидят что-нибудь приятное и ласковое, все им кажется благополучным. Все прежнее исчезает, и все переносится легко, будет ли то бедность или болезнь, или другое что подобное. Жизнь свою они считают бедственную или блаженную, смотря по тому, как расположена к ним их любовница. Не знают они ни человеческой славы, ни бесчестия, но хотя бы кто и оскорбил их, от великого удовольствия и за ее благосклонность они все переносят легко. А она сама, хотя бы ругала их, хотя бы плевала им в лицо, они терпят это и думают, что в них бросают розами. И что удивительного, если они так расположены к ней. Они дом ее считают великолепнее всех домов, хотя бы он был глиняный, хотя бы клонился к падению. И что я говорю о стенах? Они воодушевляются даже при виде тех мест, где они бывают вечером. Но здесь дайте мне, наконец, сказать апостольское слово. Как он сказал, «Как предавали вы члены вашей врабы нечистоте, так представьте члены вашей праведности, так точно и я говорю. Как возлюбили вы этих женщин, так любите друг друга, и ничто не будет казаться вам тяжким. И что я говорю друг другу? Так будем любить Бога». Вы ужаснулись, услышав, что я требую такой же меры любви к Богу, какую показывают иные к орудиям своих страстей. А я ужасаюсь, что мы не показываем и такой любви. Если хотите, рассмотрим это подробнее, хотя говорить об этом и очень тяжело. Любовница не обещает любовнику ничего доброго, но бесчестие, стыд и поношение. Знакомство с блудной женщиной именно это и производит, делает человека смешным, позорным, бесчестным. Бог же обещает нам небо и небесные блага. Он сделал нас сынами своими, братьями единородного. Он и в этой жизни представил тебе бесчисленные блага и по смерти обещает даровать воскресение и столько благ, сколько и представить невозможно. Он делает нас достойными чести и уважения. И опять та заставляет расточить все имение в пропасть и на пагубу, а Бог повелевает сеять для неба, воздает старицую и дарует вечную жизнь. Та поступает с любовником, как с невольником, распоряжаясь хуже всякого тирана, а Бог говорит, «Уже не называю вас рабами, но друзьями». Глава 15, стих 15. Пятое. Видели, как много зол там и сколько благ здесь? И что же после этого? Для любовницы многие проводят ночи без сна, и что бы она ни приказала, все исполняют с усердием, оставляют и дом, и отца, и мать, и друзей, и богатство, и почести, и все свое имение подвергают расстройству и запустению. Для Бога же, или лучше для себя самих, мы не хотим истратить и третьей части нашего имущества. Видя алчущего, мы отвращаем от него взор, проходим мимо Нагова и не удостаиваем его даже слова. А любовники, если увидят даже служанку любовницы, женщину грубую, останавливаются с нею среди площади и как бы красуясь и величаясь тем, разговаривают с нею, разливаясь в длинных речах. Для любовницы за ничто считают жизнь начальников царства, как это известно тем, которые испытали эту болезнь, и бывают более благодарны ей за ее приказание, чем другим за услуги. Несправедливо ли после этого быть гиеней? Несправедливы ли бесчисленные наказания? Отрезвимся же и предоставим на служение Богу хотя столько же, хотя половинную часть того, что иные отдают блуднице, хотя даже третью долю. Может быть, вы опять ужаснетесь? Да, и я ужасаюсь. Но я хотел бы, чтобы вы ужасались не слов только, но и самого дела. Между тем здесь сердце у нас сжимается, а лишь выйдем все бросаем, что же из того пользы? Там, если надобно тратить деньги, никто не жалуется на бедность, но часто пленившись и занимают, и дают. Здесь же, если мы вспомним о милостыне, нам представляют детей и жен, и дом, и начальство, и тысячи извинений, но там, скажешь, много удовольствия, об этом-то я и плачу, и рыдаю. А что, если я покажу, что здесь больше удовольствия? Там отнимают немало удовольствия стыд, поношение, трата денег, наконец, ссоры и вражда, а здесь нет ничего такого. Да и что, скажи мне, может сравниться с этим удовольствием жить в ожидании неба и небесного царства, светлости, святых и нескончаемой жизни. Но это, скажешь, в ожидании, а то в действительности. В какой действительности? Хочешь ли я скажу, что и здесь, в действительности? Подумай, какую ты наслаждаешься свободою. Живя добродетельно, ты никого не боишься и не страшишься. Ни врага, ни наветника, ни клеветника, ни соперника, ни соискателя в любви, ни завистника, ни бедности, ни болезни, ни другого чего-нибудь человеческого. Там, напротив, хотя бы и весьма много сбывалось по желанию, хотя бы и богатство стекалось, как из источника, ссора с соперниками в любви, наветы и козни сделают самую несчастную жизнь того, кто связывается с ними. Из угождения той презренной, развратной и сластолюбивой женщине действительно неизбежно возникают ссоры, а это хуже тысячи смертей и несноснее всякого наказания. Здесь же нет ничего такого. Плод же Духа, говорит апостол, любовь, радость, мир. Послание к Галатам, глава 5, стих 22. Нет здесь ни ссор, ни безвременные траты денег, ни досады после траты. Хотя бы ты дал овол, хотя бы хлеба, хотя бы чашу холодной воды, за все будет тебе великая благодарность. И ничто не заставит тебя огорчаться и печалиться, но все послужит к тому, чтобы сделать тебя славным и избавить от всякого стыда. Какое же мы будем иметь оправдание? Какое извинение? Когда, оставляя это, предаемся противному и добровольно ввергаем самих себя в печь огнем горящую. «Потому умоляю страдающих такую болезнью вновь собрать свои силы, возвратиться к здоровью и не позволять себе впасть в отчаяние». Блудный сын потерпел бедствия еще более жестокие, но так как возвратился в отеческий дом, то стал в прежней части. И явился славнее того, кто всегда поступал хорошо. Поревнуем ему и мы. И, возвратившись ко отцу, избавим себя, хотя поздно, от этого плена. И перейдем к свободе, чтобы сподобиться и Царства Небесного по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым слава Отцу со Святым Духом во веки веков. Аминь.